всем привет сегодня на обзоре у нас витс 2017 года выпуска с полным приводом автомобиль как обычно уже мы взяли у влада на обзор привет вот что это за машина давай двух словах я сказал что это 2017 год они начнем с того что это toyota витс может быть кто-то не узнал да это получается полный привод и это главное отличие от обычного лица здесь стоит длитель уже 13 не литровый 4 цилиндровый да но это свои покажут подкапотку давай то есть на данный момент самый последний кузов не последний рестайли каще который существует из лицов внешность мы покажем вот эти надпись 4d автомобиль полноприводный автомобиль кстати говоря продается раз два три всех интересующихся прошу в описании там каналу влада будет на ю тубе очень программ вода будет кому нужен вот такой так увидим мы 4 катушки зажигания все честно четырехцилиндровый просто на я риса значит трех цилиндровые то метровые дать виду здесь полный привод и соответственно 13 но это уже не у меня просто есть тойота плац 2005 года там два мз ты фе там немного другой двигатель крышка клапанов вот это вот она не пластиковая там металлическая короче здесь уже немножко степи издушевляет производство скажем так хотя я думаю сегодня блок цилиндра закрывает откуда чугунный ну ты что рассказываешь закрывает внешность давайте заценим тогда сразу комплектация я не знаю как называется но мы сейчас по опциям пройдемся есть обычный галогеновый свет но у него есть функция переключения с ближнего на дальний автоматически вот удивительно кстати нет противотумана при всем при этом ну и соответственно нет садовых огней я так понимаю потому что в японии они по законодательству сильно не нужны таким вот образом это все дело выглядит комплектация софити и дешевле софити и дешевле сэфти так значит у нас из особенностей раньше был один дворник сейчас вот последний в лицах я не знаю с кого года раньше наоборот было два а сейчас один причем фастунка мватер я там находится всякое но дворники еще кстати хочу обратить внимание что здесь у нас есть радары это система предотвращения столкновения точнее минимизации последствия фронтальных столкновений и удержание в полосе система здесь есть ну и там же автодальными кажется словами автодаль не да там тоже скорее всего то есть это весь набор датчиков он нас тут просто контроля нету адаптивного случайно здесь вообще не круиза до комплектация кстати ну такая она странновастая немножко ну да то есть она со мной стороны много штучек есть таких из богатых версий комплектации но сожжу доступ например да вот он сенсорный для бесключевой доступ кнопка стар стоп на 3 удержания полосе вот эти вот авто дальний цвет но все что мы называли вот покажу здесь удержание полосе кнопка то есть справа от руля находится и автоматические переключение света ближнего на дальний раз уж начали салон тканевый принципе мы снимали обзор про тойоту aqua похожие сиденья форма но там был он светлый здесь темный салон а так в целом обычный тканевый то есть я думаю что есть комплектации с более дорогим салоном там климат-контроль и прочие вещи здесь я так понимаю попроще сидение регулируется по высоте по углу наклона удобно все стеклоподъемники электрические автоматический водитель ну да регулировка зеркал складывание зеркал все это тоже электрическая и корректор фар корректор тоже так на руле у нас кнопок нет мультимедийной системы я предполагаю что все таки более дорогих да да других есть панель приборов такая в принципе довольно простая здесь тут же опять же понятно бортовой компьютер есть у нас минус 16 кстати градусов на улице и завелась она после того как несколько дней стояла вообще спокойно я сам лично заводила минус 30 проблем до с первого раза а ну в твоем видосе же она она будет да я тоже вставлю ссылку тогда на него здесь коробка вариатор стоит у нас вот собственно селектор переключения передач еще тогда по салону пройдусь сразу вот опять же странности комплектации у нас здесь просто кондиционер не климат-контроль так выглядит панель торпеда точнее тоже похоже на toyota aqua магнитола вот такая вот смотри сока 10 бардачков диски расков но аукции вишка вот сюда обычного это уже кто-то вы не сейчас сказать не знаю но часто японцев именно так вот делать но кстати вот по бардачкам похож на предыдущие вот у меня в плаце там тоже куча пардачков но я там ниши всякие есть вот здесь у нас кстати кнопка выключения и включение системы которая предотвращает столкновение у нас и соответственно подстаканники здесь здесь у нас две кнопки еще это стабилизация курсовая устойчивость если быть точным еще пара заглушек интересно под что и полный привод у нас кнопочка авто я так понимаю это кнопка как раз включение здесь еще два подстаканника у нас имеются обычный ручник давай вот задний ряд покажем давай кстати еще пока не забыл хочу напомнить точнее не напомнить рассказать не у всех есть заводское напыление заводом то есть тонировка то есть видишь это напыление да это не пленка завода идет прикольно такая получает же тоже это вроде как дорогая просто говорю на такая считает много крутых опции но в то же время нет вот похоже на сборные опции немцев сборная называется конфигураторе который может быть панорама все все но у них реально тоже могут крутилки потому что ему не нужен климат-контроль но здесь конечно не так делается так синушка перед сиденье перед на настроены под меня рост твой какой рост 180 сможет сказать но 170 80 не на нормально сеть можно но как много нормально много много было в ноте в ноте реального много 10 нормально ну да да но опять же это что касается как называется вы спали как это называется чего тогда пространство лет ну короче в этом плане здесь нормально но понимаешь здесь три человека уже не усядут маленький да не просто понимаешь что да то есть комфортом будет сзади ехать именно два человека больше уже будет не к фото но можно ну да при желании не раскладываются сидение заднее получается его то зачем хотел спросить вот приехал долго на нем как тебе по шумке суши 10 резинная липучка фрикционная то есть шипов нету не было нормально то есть не показал что аква шум не но аква была красных шипах и из-за этого возможно было больше здесь вот какое-то видишь там герметик что-то покрытие какой-то или может мне кажется они на герметику всех так нанесен просто вот из потолки что-то слой какой-то слой прям большой так выглядит сзади смотрите раскладываются сиденья получается когда называется на 40 и ровный пол да давай пока не складывай багажник тогда покажем сразу такой перед и покажем багаж ты мне жду багажное отделение я имею ввиду багажник садись тоже если бесключевой доступ если что и закрыть можно надо закрыть можно собственно он вообще только пробег кстати на нем был 77 то есть я просто про состояние от обратите внимание здесь видно нет нормально видно я даже не побоюсь этого слова практически идеально это но 44 оценка он она полностью в одном окрасе есть получается каких-то комплектациях есть именно запасного завода запасное колецо в некоторых импульсациях не гулях видел как нанесен да здесь получается нас рим комплект это компрессор и герметик нам красить располагается под передним пассажирским сиденьем на крюк волоник но и сама что тут можно даже крючочек есть чтобы закрепить а если не видела прикольно да то что в ровный повод конечно прикольно потому что вообще очень удобно кстати говоря то есть можно какую-то габаритную вещь я наверно даже тут дырок могу это не кажется даже полный росли ой но не надо да колеса на них идут штатные это маленький размер 14 знаете что меня удивило были делать забыл уже просто 165 помню а где 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 ширина 165 70 14 165 70 права не к почти как велосипеда колеса непривычно и профиль соответственно небольшой в целом то есть если было бы пошире то там сто восемьдесят пять семьдесят тогда профиль был бы побольше соотношения как этот работать сейчас еще сядем но хочется сними я включить на звезды давай я покажу просто имеешь ввиду и меняет ли он тариктор как он да 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 то есть он меня часто гора виза что большую площади по его конструкции к такое ощущение что он меняет регули вишни вот как вижу он просто большой совершенно круто сколько щетка интересно пока что это не трое там прям блин не не знаю на гену что площадь но здесь в принципе много остается место не очищена на страну не на погоди ну в обычном машине примерно также плюс-минус мне кажется да ну чуть-чуть может по другому моменту так в общем такая внешность автомобиль я говорю практически в идеале я что-то вообще даже никаких косячков не заметил на нем кому интересно будет покупка и идите к владу в инстаграм ссылка будет в описании кстати говоря раньше не было кнопки 4wd и раньше мост был не разрезной на лицах и на плацах а теперь разрезной мост синхроним раз два три раз два три так сейчас поедем прокатимся я сел за руль что я хотел все равно по магнитоле спросить здесь у нас получается bluetooth есть или нету есть блютуза здесь нет блютуза нет аукс есть а из половины и флешка а блютуза точно не туда хорошо понял еще раз вот так вот выглядит у нас панель приборов руль кстати регулируется настолько по высоте на руле кожи нет но вот такие наплывы есть ну aqua в принципе я не помню правда форма руля честно говоря уже другая другая была немножко ну вот мне тоже кажется еще кстати у нас возникли споры по поводу вот этого значка и но и соответственно кнопки 4wd авто что она нам дает то есть если мы ее нажимаем у нас полностью полный привод выключается и мы только переднеприводные а если мы ее нажимаем и она включается то соответственно у нас автоматически передается момент на заднюю ось я думаю так все ты как считаешь слушай как ты считаешь я экспериментировал один раз экспериментировал так что и действительно кого-то передний привод надо такое ощущение когда она выключена авто не включен и она такое ощущение что все-таки заток подрубается и до конца не знаю поэтому чтобы не быть голословным донести и чушь я бы хотел что-то написал комментариях реально шаристы до который эксперт меня тоже есть по этому поводу но кто именно знает хорошо короче значит мое мнение что кнопка вот это она выключает полностью а твое мнение что все-таки какой-то момент может передаваться назад да даже если похоже честно варианта похоже на то да ну короче кто шарит опять же напишите в комментариях в коробке есть режимы тоже хочу сказать у нас драйв спорт типа понижайка все так все системы у нас включены джарвис работает все поехали джарвис бортовой компьютер ты про тони старка не смотрел что ли кенаны бачил кстати говоря я вот еще хотел вот какую штуку сказать никто не позиционирует себя здесь как автомобильного эксперта ну из тех людей там которые там разбирают автомобили в на ст и соответственно знают техническую часть идеально мы рассказываем я во всяком случае только свое мнение влад париться иногда по этому поводу когда говорит что-то не так но как можно знать все все можно так видеть не паре потому что мы же как бы снимаем мы же надо то есть по идее даже знать надо реально просто даже литература она противоречит друг другу так вот было саквы дрон пишет что там вариатор а там это планетарная как бы все-таки пришли к тому что там есть и в это и как бы это можно назвать беступенчатой трансмиссии да ну невероятно короче добывает такие своеобразные темы и здесь интересными с полным приводом до конца я не понял и на скорую руку так вот мы пробовали гуглить тоже информации не нашли на скорую там просто написано что подключаемый полный период все как он подключается как работаем я перебью не станок все просто что взять ночь что взять кашкай а мне шайбнул кашка есть шайбочка 2вд 4вд 4вд локата то есть дифференциал блокируется все понятно когда ставишь заводы у тебя сто процентов только 2вд но также в ноте такая же тема кнопочка 2вд 4вд там все очевидно здесь именно авто что ну вот я думаю что либо выключить его либо ну короче опять же если кто-то шарит напишите в комментах и мы послушаем обязательного но чем блин по сути чё я могу сказать по поводу там того что как он себя там в дороге чувствует вот это все дело торпеда и вот эти все штуки они простенькие ну и соответственно наверное даже слышно на микрофон что немножко но подшумливать это не родная которая японии прилепил зря зря тогда я со мной жесткий пасек из конечно нужно будет появляться но с вами сейчас дребезг не из-за этого а вот этой штуки но я и думаю вообще на оторвать блин и все надеюсь в россии ну да я тоже так думаю вот насчет ходовки просто я за желание проехал можно сказать 6000 метров и по ходовке мне toyota нравится больше миссана это очевидно но комфортнее приятно больше для россии я согласен проглатывает но ты именно по динамике конечно я смотря чем сравнивать блин конечно полосы минут и power кажется что ничего не едет этот момент крутящего в два раза меньше здесь там что-то сто с чем-то там 200 метров и пауэр здесь другое лошадей здесь 95 у нас двигатели 1 и 3 до получается в старых плацах и вицах с 1 и 3 двигателем там 2 nz как я говорил немножко другой там 80 8 что речет такое прогресс до но зато блин крышка клапанов теперь кстати еще ты завтра что нанеса высоковато то есть она точно выше аквы однозначно и возможно так он даже выше но то то есть дорожный просвещать особый свет там реально может таком бары по реплику подлежать и ты не заденешь она же полноприводное тоже как будто бы внедорожник но я думаю что так же сделан после для красивой заказ так еще кстати что хотелось бы сказать в принципе по динамике учитывая класс машины я считаю она вполне себе такая бодренькая ну и здесь немного это toyota но это toyota в пони то что она комфортная да но именно какой-то такой харизмы типа знаешь спортивность и молодежность это не у нее нет да 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 согласись она такая на toyota для тех кто просто хочет есть для нормальных людей надежность у разного даже хочется какие-то эмоции 4 выдает особенно просто берешь едешь хоть куда те на все как по расходу опять же городской цикл у меня можно сказать не было больше трассы по трассе где-то около 15-17 километров один литр что переводе кстати здесь экономайзер есть я вот вижу 56 литров при скорости 120 как обычная машина ну да да у меня на старом больше конечно расход экономайзер я говорю видишь тут эко вот горит то есть это получается мы в тех оборотах сейчас находимся то есть тахометра нет которые нам показывает что типа экономия топлива идет да кстати странно что тахометр не поставили все а зачем тоже обычный двс на сторон тоже нету кстати я еще кстати хочу что сказать у нас холодно сегодня минус 17 градусов на улице показывает минус 17 а в тачке очень тепло причем свои привычки да то есть а ну вот тем более и тепло прям реально по теплоте могу сказать эта машина пережила морозами на 40 и по трассе в минус 40 было ехал и да нормально не было такого что не замерз печка теплее чем на ноте если с нотом стал 6000 километров чё как она были какие-то проблемы вообще пока ехал какие проблемы это что ют не ломать и так можно сказать конечно понятное дело это скорее это без пробежка японская что с ней будет ну где же доедешь просто бытует мнение что нынешние тойота не такие надежные как те которые были раньше ты что думаешь на ночь покажет время но конечно мне кажется это не будет миллион есть были какие-то но я думаю 300 тысяч уж точно без проблем от ездить нужно больше я истата ездока такая как обслуживают как ездит надо вот еще кстати на старых была регулировка ремня по высоте а вот здесь ее почему-то упразднили зачем я чуть не очень поняла еще заметил да то что ручек держания да есть только спереди знаешь почему я могу я могу объяснить почему такая фигня вот смотри у тебя в козырьке здесь нету зеркала а у меня зеркало есть это значит что это значит что машина типа женская а типа пассажир мужик и мужик это же еще называется ручкой страха по-другому сзади дети там должны сидеть они не затягиваются то есть им не нужно так ну-ка давай проедем саша какая динамика как полный привод цепляет а давай давай ты сейчас газ в полос можно дэй подхватишь на а вот курсовая устойчивость сработала слушай но она хорошо держит хорошо держит дорогу просто показываю подхватываешь подхватывает вообще супер скинер смысле то что что дорога гололед как тепло лед снег на перенем приводе точно мы вышли повали а если был в нот и power ну мы просто при всю дорогу шлифовала давним сильно большой момент из ты вернулся до нажимаешь походянию но и power white полноприводный тоже он не будет так чё это прямая обзор подходит концу надо что разматывать не будем ее об стол и пункт тебе на язык такой получился обзор всем спасибо за просмотр всем пока